Всем привет! Меня зовут Илья. В мире бас-гитары существует набор определенных клише, набор определенных ярлыков, с помощью которых вы сможете, зная которые, вы сможете создавать оригинальные басовые линии, играть крутые аккомпанементы, перемещаться спокойно, легко по грифу и делать все, что вы хотите. На основе этих клише и ярлыков создан, наверное, 99% всех песен на этой земле. Они играются постоянно, повсеместно, независимо от вашего уровня. Их может играть и новичок, который взял неделю назад бас, или, например, профессионал, который уже 15 лет не убирает из рук бас-гитару, и он все равно будет играть эти ноты. Это основы основ. Эти ноты играются в тесном взаимодействии с барабанами, как правило, с малым барабаном и бочкой. Также это все значит, что я говорил, что после просмотра этого видео, конечно же, качество вашего аккомпанемента, качество вашей игры с барабанами, в том числе, вырастет. Начнем! В англоязычном ютубе для обозначения этих ярлыков и клише используется английское слово shapes, что буквально обозначает как форма и образ. Сегодня мы разделим эти шейпы на три уровня, начиная от самых простых, где особо не надо думать, вы играете, уже все звучит, самые распространенные, до более сложных образов, до более сложных ярлыков, где уже надо думать и знать, где их применять, так сказать. Такое фрагментирование очень полезно, потому что мы отдельно группируем вот эти вот shapes и рассматриваем их отдельно, что позволяет нам лучше осваивать материал и добиться больших результатов, в отличие от того, что если все в кучу свалить, огромное количество информации и с этим копаться. В общем, смотрим, развиваемся. Итак, начнем с самого начала, с первого уровня, с первого тира. И открывает наш первый тир всеми любимое, всеми известное, самое используемое, самое масхевное клише – это квинта. Квинта – пятая ступень. Как она играется на басу? Берем указательный палец, тыкаем в любую ноту, например, это будет нота до. Извлекли ноту до, послушали. И дальше нам надо извлечь еще одну ноту, которая находится на соседней струне выше, через один лад. Вот таким образом. Слушаем, запоминаем. Так звучит квинта. Это самый используемый для бас-гитариста интервал, ярлык. Чем замечательный этот интервал, это клише, этот ярлык, чем он крут? Тем, что здесь не зависит от того, какой играется аккорд. То есть играется до, вы знаете, тоника до. Вы играете квинту, все звучит, неважно, до мажор, какой там, до септ, там, не знаю, какой-нибудь с задержанием аккордом, доминант септ аккорд, неважно. Вы играете квинту, и все это звучит. И вам не надо особо думать, и оно всегда прозвучит в любом случае. И это сделает вас, немножко утяжелит вашу басовую линию, создает дополнительное движение в басу и сделает вашу партию интересной. Давайте посмотрим, как можно использовать квинту при игре с барабанами. На примере группы Last Dinosaurus, Энди, песня, как работают квинты, и как они могут использоваться в сочетании с барабанами. Второе клише, второй ирлык, это октава. Октава, когда мы играем ноту, и такую же ноту на октаву выше. Как это играется? Берем указательный палец, тыкаем в любую часть грифа, например, нота ре. Взяли ноту ре, это пятый лад, третья струна. И по аналогии с квинтой, при помощи мизинца, вот мизинец, мы извлекаем через одну струну выше и через лад ноту. И получается еще одна нота ре, но на октаву выше. Это тоже очень распространенное клише, и для бас-гитариста оно мега важно, потому что оно также создает лишнее движение, также не зависит от аккорда, вы можете играть вот это вот на любой аккорд, абсолютно минорный, мажорный, и это все прозвучит сразу. Все скажут, вау, круто. То есть это беспроигрышный вариант, абсолютно октава. Также октава часто используется в слэпе. Вот эти все слэповые вещи также октавами играется. Это позволяет, опять же, сделать движение в басу, сделать бас интереснее, но при этом не прибегая к каким-то техническим замыслам, к каким-то сложным техническим пассажам, вы делаете живую вашу линию без лишних напрягов, в том числе физических и умственных. То есть вам не надо думать ни о аккорде, ни о каких-то там технических вещах. То есть октава, опять же, часто используется в фанке, в слэпе, в каких-то танцевальных стилях. Давайте посмотрим на примере группы Smiths, как можно использовать октавы, создавая такую активную, крутую басовую линию. Далее мы с вами, дорогие друзья, плавно переносимся во второй уровень. И в этом втором уровне не все так просто. Это уже на одну, один левел повыше. Почему повыше? Почему сложнее? Даже не технически, а в том плане, что вот эти ярлыки, которые я сейчас покажу, они уже используются ситуационно. То есть не получится просто взять, бахнуть квинту, и все типа прозвучит, и все будут довольны и счастливы. Нет, здесь все гораздо сложнее. Надо уже посмотреть, какой будет играться аккорд. И первое у нас это мажорная терция. Или даже мажорная трезвучие. Возьмем сразу по максимуму, так сказать. Тыкаем, значит, средним пальцем в любую точку, пусть это будет ре. И дальше указательно берем третью ступень в ре мажоре. Это будет нота у нас фа диез. И далее играем пятую ступень. Получается у нас вот такое мажорное трезвучие. Это третье клише, часто используемое. И опять же, оно сложнее предыдущих, потому что здесь, опять же, вы не можете на минорный аккорд сыграть мажорное трезвучие. Это будет крах, это будет критическая ошибка, и просто у людей будет нервный срыв в вашей группе. Поэтому здесь уже надо слышать, какой человек играет аккорд. Просто так не получится использовать. Поэтому это более сложное применение. Здесь уже надо чувствовать, слышать и учить цифровку, и плюс свои уши включать. Поэтому вот такое вот клише, мажорное трезвучие. Как его играется? Во-первых, здесь есть два способа. Первый, как я уже показал, это средний палец. Ставим сюда, потом указательный сюда, и мизинец на пятую ступень. Вот таким вот обран. Есть еще второй вариант использования мажорного трезвучия. Это широкая аппликатура, более джазовая, более фьюжновая, более, так сказать, прогрессивная. Не для всех подходит, и новичкам я рекомендую начинать именно с узкой, вот с такой вот, и потом переходить только к более широкой. Когда мы играем терцию на одной и той же струне, указательный плюс мизинец и плюс средний. Вот такой вот вариант. Здесь бас-гитаристам довольно сильно повезло из-за квартового строя, и как бы вы не перемещали руку, играя вот это трезвучие, вы сыграете правильно, просто подставив нужные пальцы. И здесь особо уже не нужно думать, достаточно выработать вот эту вот мышечную память, вот этот вот пальцы поставить на место, и у вас будет все получаться. К примеру, у пианистов все сложнее. Если вы сыграете до мажор на пианино и мимажор, то они будут играться по-разному. То есть вы просто бездумно не шлепните рукой, у вас не получится мимажор, из-за того, что там есть черные клавиши, и там надо уже по-другому играть. На бас-гитаре нет черных клавиш, здесь без разницы. Вот эта аппликатура, она сохраняется, и вы можете играть в любой части грифа, тем самым учить аккорды быстро и удобно, и обыгрывать аккомпанементы и басовые линии, что делает мир прекрасней. Следующий must-have ярлык — это минорный отрезвуччик, как вы уже догадались, по той же аналогии, что и с мажором. Берем, в данном случае, указательный палец уже, тыкаем в любую часть грифа, пусть это будет си. Мизинцем играем третью ступень, первая аппликатура, через два лада на той же струне, и добавляем пятую безымянным пальцем. В данном случае мы сыграли минорный отрезвуччик. Опять же, у него есть и аналог, как и по мажору, широкая аппликатура. Таким образом. Опять же, рекомендую учить сначала узкую, потом широкую аппликатуру. Вот таким вот образом. То же самое работает в любой части грифа, вы сохраняете эту аппликатуру и передвигаете, и у вас получается ваш минор. А используется для обыгрывания, как правило, каких-то минорных грустных песен, роковых, баллад и так далее. Часто используется в металле такой клише. Давайте посмотрим на примере, как можно использовать в рифостроении минорное отрезвучие, играть крутые рифы. Последний уровень 3, tier 3. И здесь уже мы не просто играем бездумно квинту, где нам заблагорассудилось, или обыгрываем мажорный аккорд на автомате мажорным трезвучием, не думая тоже особо ни о чем. Здесь на третьем уровне подключается еще ваш творческий потенциал. То есть здесь мы начинаем смешивать уже вот эти ярлыки, вот эти клише, и создавать из вот этой комбинации крутые, уникальные, лучшие в мире басовые линии и рифы. Например, из tier 1 можно смешать квинту и октаву, и получить вот такое движение аккордов, обыграя при этом сетку. К примеру, возьмем такие аккорды. Согласитесь, это звучит интереснее, чем мы просто бы играли. К примеру, тоники. Мы добавляем и создаем движение в басу, нагнетаем атмосферу, создаем плотный бас, активную линию, не прибегая вообще к сложности каким-то. Даже не зная, какие я аккорды сыграл, я сейчас вообще не знаю. То есть я просто обыграл эти два клише, квинту и октаву, и у меня все прозвучало. То же самое мы можем использовать и с минором и мажором, создавая какие-то определенные рифы на основе мажорного трезвучия и минорного трезвучия. Данные клише и ярлыки, которые были рассмотрены в этом видеоролике, используются повсеместно и очень важны для бас-гитариста. Неважно, какого вы уровня, играете ли вы неделю или 10 лет, это всегда будет использоваться. Естественно, конечно, человек, который играет, например, на басу неделю, и человек, который играет 15 лет, ту же квинту будет играть по-разному, и это будет слышно. Естественно, это годы тренировок, полировок, оттачивания игры с барабанщиками, съем фермачей и так далее. Но это все знаете, не будем мы это еще раз говорить. В общем, естественно, эта квинта будет звучать по-разному. Но это уже, друзья мои, другая история. Для вас, кто досмотрел этот ролик, приготовил такой небольшой бонус, сделал плейлист в Spotify, ссылку оставлю под видео, где там около 50 треков, которые очень хорошо подают для новичков, которые играют для года. Я рекомендую их посмотреть, выучить. Кто не знает, что поиграть, в общем, заходите по ссылке, это будет плейлист. И смотрите какие-то песни, и также пишите в комментариях, чтобы вы добавили к этому плейлисту какие-то свои, может, крутые вещи, которые вы играли. В этом плейлисте большая часть песен, которые я сам играл где-то в первый год, но не все, не все песни я играл, некоторые я потом уже добавил, потому что мне они, кажется, очень удачны для новичков и для реально перспективных бас-гитаристов. В общем, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, это видео было полезно. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, проходите на мою бусте, пишите комментарии, колокольчики, все как положено, все как принято традиционно, ни для кого не секрет. Все, всем любви, доброты, всем пока!